закончил до закончилась память вот у нас 12 килограмм фарша получилось готового смеси то есть на килограмм мы добавляем 10 грамм соли пусть получается короче получается 120 грамм все это будет у вас карта все расписано 120 грамм соли сейчас начинаем вот солью нужно аккуратно и смотрите соль я не рассыпаю вот так вот а сыплю в одну кучку чтобы если пересыпем можно было забрать но не пересолить то есть вот тут 122 грамм это уже много сейчас немножко заберем то есть рассыпать не нужно его если так сыпать не надо дальше добавляем перец перец умножаем 12 килограмм 100 грамм то есть 12.1 12 килограмм 100 грамм то есть на килограмм добавляем 1 на килограмм фарша 1 грамм 33 грамма то есть миллиграмма так то есть 11 умножаем на 1 . 33 16 грамм перец беру горошком черный горошком и перемалываю перемалываю в кофемолке обычная кофемолка ставлю здесь на самое мелкое зерно то есть самое мелкое и это как часа перемалываю в два раза засыпаем первый раз перемалываю и второй раз вот в принципе здесь объяснять ничего не показывать не надо потому что меня принципе готовы перец вот урбара заполняю я целым не хватает где-то на 4 дня так сбрасываем и добавляем 16 грамм перец также то есть не рассыпаем а собираем в одну кучку чтобы можно было отсыпать покупной перец молотый не покупайте вот потому что его я долго искал проблему несколько месяцев у меня вообще проблема такая была отдавала гречкой вот чебуреки давали греть гречку то есть и по мясу ругался из на лук думал и на воду на что только не думал вот оказалось что в перец недобросовестные производители кладет шелуху горчихи чтобы увеличить это в перец молотый поэтому берем перец горошком мы его видим какой там и мусора что мусор убрать перемалываем мы видим что мы делаем душу и душистый аромат от него хороший и расход меньше и расход кстати меньше я сейчас 16 грамм вложу 1 и 3 грамма на килограмм а молотого перца я вложил 10 грамм на килограмм это настолько он дерьмовую только там 1 горячих вот дальше начинаем перемешивать перемешиваем одеваем кожи виниловые перчатки все перемешиваем до однородной массы сало не нужно отдельно вот так вот его мяч все перемешиваем в одну кашу и лук и вода перемешиваем до однородной массы 6 мешаем где-то минут 10 просто идите за движениями все так же выполняйте собирайте все со дна то есть бывает по центру остается вот так вот не перемал все выбрасывать все что попадается бывает так ну в принципе даже если что-то не заметите когда начинаешь укладывать фарш чебурек тоненьким слоем намазываешь там все и косяки видно то есть не стесняйтесь прямо если что-то мешает увидели там крупный лук ложкой взяли выбросили у ведро и все если что-то кто-то спросит что вы там выбрасываете когда просто кусок лука крупного еще красиво просто не будет да в любом случае даже если что-то там попало чтобы не понравилось лук крупный лица в кусок всегда говорите просто крупный лук крупный лук да звездок лука был крупный я думаю что здесь получается такая вот так 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 вот Вот берем ее так и раз, как бы проминаем немножко, через пальцы пропускаем, в принципе все, фарш готов, то есть вот такого получается. Когда он постоит немножко, конечно, выделяется сок, вода. Бывает, кстати, если больше говядины, вот, вода, то сок выступает, если больше свинина, она почему-то впитывает, что-ли больше в контейнере вообще не едать воды. Вот сок такой у нас получается больше. Сейчас мы перчатки сразу выбрасываем. Так, сейчас переложим его в контейнер. Так, и все. Аккуратно. Переложили. Закрываем холодильник. Будем работать. Продолжение следует.